Всем привет! Меня зовут Татьяна. Я хочу рассказать о том, как марафон изменил мою жизнь и как вообще я узнал о марафоне, об Ольге Валяевой в частности. Кажется, это было ВКонтакте. Очередное спролистывающее новости. Я наткнулась на ссылку на статью. Это точно была статья про цветы, про то, как сделать так, чтобы мужчина дарил цветы. Конечно же, заинтересовалась, прошла по ссылке. И с этого момента не проходило и дня, чтобы я не заходила на сайт, не читала статьи. И что-то в тот момент для меня было не непонятным, но непринятым, что ли. То есть я думала, как это так? Как так может быть? Это неправильно? Это унижение? Ну или что-то еще в этом духе. Так, кстати, сейчас многие мои подруги говорят, когда начинают читать Валяева. Потом была книга, потом я записалась на марафон. И марафон еще не начался. Это был декабрь, и я все думала, как же я смогу все-таки себя держать в руках. И как я смогу не быть вот этой я-сама, мисс я-сама, которая делает все сама, которая надеется только на себя, которая начальник и на работе, и дома. И 15 декабря я перевернулась на машине на трассе по дороге на работу. И это был переломный момент, когда я поняла, что не все в моих руках, и можно жить по-другому. И, собственно, это был переломный момент. Ну и потом марафон. Не буду сейчас перечислять много всего, да, что произошло за это время. Ну вот, например, вот это. Это подарок. Пока не предложение, к сожалению, но уже что-то. И самое главное изменение на самом деле такое, что я не оглядываюсь по сторонам, и я не думаю, что скажет Маша, что скажет Даша. А что скажет Петя. Я наконец-то начала жить так, как я хочу. Конечно, это не означает, что я раскидала все свое окружение, и теперь не общаюсь ни с кем, а вокруг меня просто оказались те люди, которые меня поддерживают, и которые готовы в каких-то ситуациях принять мое «нет». Ну, в общем, наверное, и все. Вот это главное изменение. Всем удачи, и я считаю, что как можно больше должно участвовать в таких марафонах, и вообще быть близкими к таким убеждениям. И я, как Оля Валяева, очень надеюсь в какой-то день выглянуть на улицу и не увидеть ни одной девушки в брюках. Всем пока!